Камень мы дарим Согласно методическим рекомендациям Минкультура Российской Федерации по оценке объектов недвижимого имущества, являющимися объектами культурного наследия, его правильно оценить, потому что его оценивали при формировании процедуры аукциона неправильно, есть специальный норматив. Вот для всего этого нам нужно устанавливать этот мемориальный камень. На аукционы заходили люди, потом либо отказывались, либо еще что-то. Плюс этот объект недвижимого имущества был оценен неправильно, то есть его оценивали рандомно, хотя есть специальные методические рекомендации. Должны помочь в данном случае инициатору уже процесса Николаю Анатольевичу с закладкой вот этого самого камня провести мероприятие, которое связано с процессом дарения и размещения этого памятного камня около домика. И оказывать информационную поддержку таким мероприятиям и обеспечивать общественный контроль за сохранением объекта культурного наследия и его последующим выставлением аукцион с целью реставрации и приспособления к современному использованию. То есть мемориальный камень есть? Есть уже? Мемориальный камень есть, надо определяться тогда уже с датой, мне кажется, это больше вопрос к Елене Вячеславовне, если поможет. Мы в общем порядке обсудим этот вопрос, я думаю, что в ближайшее время... Проводить мероприятия и, так сказать, под это дело создавать положительный информационный фон. Константин, а можно вопрос? Вы согласовывали все это с Истринским благочинным? Отец Максим этот вопрос поддержал, должен был уже провести переговоры с благочинным. Эту инициативу, я так понимаю, поддержат рано или поздно все. Выбор места около вокзала, станции Новая Русалимская, ну, вроде ни у кого сомнений, так сказать, не вызывал. Но вопрос теперь состоит в том, можем ли мы выходить в таком случае с общественным обсуждением каких-то основ формирования творческого конкурса, запуска этого творческого конкурса, чтобы этот вопрос так или иначе хотя бы поднимался. Вы знаете, тоже могу привести пример, наверное, примерно годичной давности, когда мы пытались организовать тоже такой творческий конкурс скульпторов, когда мы говорили про Бюст Белобородова, совершенно верно. Когда мы говорили, да, и опыт был, ну, вот честно скажу, он для нас был отрицательный, потому что мы мгновенно уперлись в денежный вопрос, в вознаграждение даже вот авторов, пускай это будет вот такого, да. Мы мгновенно уперлись в финансовый вопрос, по бюджету это привести невозможно. Русалимовская станция у нас всегда как бы ассоциировалась, скажем так. Вокзал? Да. Вокзал? Да. Вокзал. Причем, если раньше вокзал, то есть в донуционное время это было, то есть место такое... Это было парадное место. Стояр шизни, это было такое, раньше, а сейчас вокзал стал немножко таким, отрицательным. Ну, это все такое очень спорное, потому что от поездов вот эта желтизна идет, в парк не поставишь, то есть это вот такая соль от дороги. Он может, то есть располагаться только в парке с видом, чтобы его было видно. Сам монастырь. Хорошее зеленое место. Вот одно из идеальнейших мест, конечно, для этого, это за Дом культуры. Вот когда, да, площадка, это просто как бы... Это вид. Вот тогда он? Вид Новосалима, он смотрит на свое детище, там есть паркинг рядом с Дом культуры. Он как бы станет логичным, то есть одно продолжение другого. И вид там шикарный, и храм рядом как раз. То есть одно другое, то есть как бы оно располагает. У нас есть фонд Русской Полестины, опять-таки, который тоже... Колоти Натальи Александровны. Да, Колоти Натальи Александровны. Это ее тоже был проект. Но она может, то есть, выступить инициатором. Я, то есть, могу с ней поговорить. Этот вопрос как раз, вот без нее нельзя, то есть, как бы этот человек является основным... То есть, вот инициатором вообще всех движений, всего то, что происходило с патриархом Никоном, и вообще все. То есть, никто, ну, я вполне ответственно говорю, никто так глубоко вопрос не знает. Поговорим, если она наше предложение услышит и возьмется за это, то мы создадим рабочую группу, и будем в этом вопросе работать именно под ее началом, под началом Натальи Александровны и фонда Русской Полестины. То есть, вот такое резюме. Принимается, да? Конечно. Заявитель, это наш инициативный скульптор Денис Петров. Значит, на какие-то объекты он может сам расходы понести. На какие-то мы можем, если эта идея там понравится и будет, так сказать, востребована, привлечь предпринимателей или, может быть, администрацию в рамках там благоустройства, то же самое тропу паломника? Администрация ответила, что это очень сложно будет менять бюджет, тем более бюджет уже, я так понял, на тропу, как бы он уже утвержден на первую часть. Так этот бюджет вообще не наш. А, ну, тем более он не администрация оказывается. Это же областные деньги, мы там проходили экспертизы, госэкспертизы, там каждая копейка, там ничего не поменять. Это первый шаг, то есть, как бы, к этому, то есть, первый шаг для того, чтобы вот этот уголок, вот этот скверик напротив ихнего дома сделать презентабельным и сделать, то есть, это место... То есть, это как входная зона к бюджету? Это должно, да, то есть, из всех таких пятнышек, вот это яркое пятно. Вся семья Петровых, это, в принципе... Вот он предложил на выбор три инициативы, которые при этом не касаются лоббирования именно его семьи, а просто являются какими-то объектами интересными, вот. Я считаю, что объекты неплохие, очень интересно. Если он будет на своем заборе или в этом скверике, то есть, сделает эту карту и будет с ней за ней смотреть вообще... Кто ж против-то, конечно. Я ему просто сказал, что не надо думать про свой дом, надо думать про то, что у тебя есть тропа в целом, которая идет, в том числе, мимо твоего дома. Ну вот, я говорю, если хочешь помогать, пускай, допустим, израстовая карта имени тебя будет установлена, например, при входе вот на пешеходный мостик через реку Истра, уже ближе к монастырю. Нельзя сдвигать, потому что следить за этим. Ну да. Кто будет за ним обслуживать? С ней, находив него, это идеальное место, это люди подходят, знают, что здесь живет такая семья. Да, согласен. И все, то есть... Поставить, о чем же вам служить и следить... Нельзя, то есть, отрывать нельзя одного другого. Ну какой дом? Хорошо, тогда рекомендуем инициатору, заявителю предоставить эскизы, и можем ему оказать содействие в поиске баланса держателя, просто проинформируем общественность о том, что такие идеи есть, они же могут еще кого-то заинтересовать. Заявители, жители поселка Пионерский, значит, у них там за магазином продуктовым стоит знак, военный памятник. Объектом культурного наследия он не является, но может стать, ему больше 40 лет. Заявку в ГУКН я подал, вопросов там нет, объект будет выявлен. Встает второй вопрос, благоустройство территории вокруг объекта, там, собственно говоря, не знаю, кому это надо поручать, в какой план включать на данный момент. Потому что, ну, подразбиты там дорожки, там вазоны уже осыпаются, то есть там все в очень плохом состоянии, там надо по большому счету этот знак, объект культурного наследия он или нет, ремонтировать. До момента превращения района в городской округ эти памятники были в казне каждого сельского или городского поселения. Они были в казне, значит, городское или сельское поселение, значит, через контракты, либо через муниципальные задания, там, не знаю, у кого это как называлось, РЭП, ЖКХ, благоустройство, это по-разному носили. Значит, эти структуры, эти памятники обслуживали, ремонтировали, красили и так далее. Потому что памятники нуждаются в уходе не только по 9 мая или 22 июня, да, зимой эти памятники тоже должны быть очищены от снега, для того, чтобы к ним в любой момент можно было подойти, положить цветы или венки. Значит, на сегодняшний момент идет передача имущества. Пока предварительное решение, что все эти мемориальные захоронения вот в этот промежуточный некий период будут числиться за учреждениями культуры городского округа. Но еще раз повторяю, что это временная история, потому что учреждения культуры не в состоянии содержать эти памятники. Но это временная история до конца года? Это до конца года, потому что до 1 января вся передача имущества произойдет. Сейчас, когда будет идти передача имущества, станет понятно, что стоит на балансе, что не стоит. То, что стоит на балансе, конечно, требует рук, и на него возможно финансирование. То, что не стоит на балансе, надо ставить. Но бесходным не должно быть. Конечно, бесходным ничего не останется. Из этого вытекает 13-й вопрос. Это тоже все будет учтено при передаче имущества. Пока они являются как бы безхозяинами. То есть документы на них отсутствуют. Это решится все до Нового года. То есть этот вопрос, этот механизм, эта процедура уже запущена. Инвентаризацию кто обеспечивает? Соответствующие структуры администрации? Да, сейчас работает территориальное управление с комитетом имущества. Уважаемые коллеги, вопросы еще есть? Нет. Так, сейчас на порядке, потом каждый с собой, можете все побеседовать, дискуртировать. Продолжение следует... Продолжение следует...